У нас есть возможность сделать жизнь в Прикамье не менее комфортной, чем в других регионах. С этого тезиса Виктор Басаргин начал свой программный доклад. И сразу обозначил общую стратегическую цель – постоянный рост уровня и качество жизни населения. Необходимые шаги расписаны в программе социально-экономического развития Пермского края, над которой впервые работали команды и депутаты, и краевое правительство, и ученые, и, конечно, сам губернатор. Новизна программы социально-экономического развития в акценте на уровень жизни рядового жителя Прикамья, его социальный быт, духовное и нравственное развитие. Еще один новый аспект. При подготовке программы мы разбудили отложенный многолетний спрос на решение злободневных проблем разного уровня. Отдельные направления уже реализуются. За пять месяцев работы новой команды появились конкретные достижения. 2012 год, по словам губернатора, перевернул подходы власти в сфере защиты материнства и детства. Начато предоставление земельных участков многодетным семьям, вводится ежемесячная выплата за третьего и последующих детей до трех лет. Закланирован еще ряд системных мер. Наша задача ликвидировать в 2015 году 30-тысячную очередь в детские сады. В 2012-2014 годах будет создано 21 700 мест в детсадах за счет строительства 91 здания на 11 600 мест. Восстановление 65 ранее закрытых детских садов на 6 800 мест. И расширение на 3300 новых мест действующих детсадов. Впервые краевая политика переходит от отдельных проектов в комплексной программе развития здравоохранения. В ней каждый муниципалитет увидит собственную модель развития медпомощи. Губернатор сообщил, что программа будет внесена в законодательное собрание к маю, чтобы оказать влияние на формирование будущих бюджетов. Наряду с социальной сферой приоритетом обозначена поддержка промышленности. Так уже удалось заручиться госгарантиями по строительству нового металлургического комплекса в Чусовом по проектам пермских моторов. На новый уровень выходит программа газификации. Нам удалось убедить «Газпром» в кратном увеличении ее финансирования. В 2011 году на эти цели было отпущено 280 миллионов рублей. В этом году, с учетом последних всех решений, 690. В следующем году мы рассчитываем довести эту цифру до полутора миллиардов рублей. При таких темпах работ полная газификация региона завершится к 18. Отдельная тема – снятие инфраструктурных ограничений. Поэтому с федерацией проработано ускорение финансирования строительства дороги Перми-Екатеринбург. В процессе – реконструкции шоссе космонавтов до аэропорта, восточного обхода Перми, дорог Пермь-Березники и Березники-Соликамск, строительство трассы Кудымкар-Республика Коми. По мнению экспертов, в послании губернатора удалось отразить все, что волнует сегодня жители Прикамья. – Самое главное, очень четко, конкретно было изложено видение действий на то, чтобы наш Пермский край получил дальнейшее развитие, как в сфере экономики, так и в социальной сфере. Несбыточных мечтаний и действий в докладе я не услышал. Еще раз повторю, я считаю, что это все реально реализуемо. Впервые в Пермском крае появился стратегический документ такого уровня. Программу социально-экономического развития Пермского края участники сегодняшней встречи окрестили программой Басаргина. Елена Закирова, Александр Хробостов, Телевизионная служба новостей.